В центральных и северо-восточных районах Кубань установилась жаркая ветреная погода. Экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности, вести круглосуточный мониторинг ситуации. Такие задачи ставит губернатор. В Анапе увеличение числа возгораний произошло в апреле и мае. Два весенних месяца выдались практически без дождей. Сегодня ситуация с ландшафтными пожарами стабилизировалась. Тем не менее, на особом контроле сельскохозяйственные угодья. Конечно, беспокоят именно ландшафтные пожары. Это те, которые, загорания, которые в полях там у сельхозпроизводителей наших. То есть, это, как правило, вы знаете, происходит неожиданно. Но, тем не менее, наши пожарные части справляются сегодня со всем этим. Глава региона подчеркнул, ответственность за земли несет собственник или арендатор к тем, кто игнорирует правила применять самые жесткие меры воздействия. Пожары и все с пожаром ходят недопустимо. Поэтому, если это их территория, их земля, их лес, будьте добры, несите ответственность. Потому что, в точке зрения, придет пожарная безопасность. А в противном случае, она не будет лишиться. И одного из двух людей. После окончания краевого совещания Юрий Поляков поставил задачу перед каждой службой. Кто у нас не сделал опашку своих полей, лесополос? Прямо наказать надо людей, понимаешь или нет? Ну, раз уже все об этом говорят, уже надоело об этом говорить. Если сейчас будет температура постоянно плюсовая 30-40 градусов, проблема. То же самое касается сельхоземли. Кто собственники? Пусть занимаются. С 1 июня в Анапе действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить сельхозпалы.